Сестра, я сейчас прочитаю вам, ладно, очень длинный текст, ладно, на русском языке, и вы, пожалуйста, кто видит, распространяйте, пожалуйста, если бы вы распространите, и этот человек выздоровел, будет здоров, это же к вашему пользу, пользу же, ладно? Средственно, экстракт и настойка травы пустырника сердечника на 70% спирта рекомендует в качестве седативного средства, значительно превосходящего препарата валерианы, смотрите, при сердечно-сосудных неврозах. Вот еще, смотрите, гипертония, стенокардия, кардиосклерозия, миокардите, смотрите, миокардиодистрофия, пороков сердца, братья и сестры, пороков сердца, а также при контузиях головного мозга. О, смотрите. А теперь способы приготовления. 2. Свежевыжатый сок травы пустырника сердечного назначает внутрь по 25-30 капель 3 раза в день за полчаса еды. Второй рецепт. 2 столовые ложки травы заливают стаканом кипящей воды, настаивают при комнатной температуре до полного охлаждения, процеживают, назначают внутрь по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Вот, смотрите. А потом третье. Смесь 2 части свежевыжатого сока с 3 частями 40% спирта назначает внутрь по 30-40 капель 3 раза в день. Братья и сестры, пожалуйста, распространяйте, пусть побольше человек использует этот рецепт. Ладно? С помощью Аллаха.